Всем привет, друзья! 8 лет ждали киберпанк, и вот он вышел, и все сейчас говорят про баги, про не очень удачный запуск и так далее, и так далее. И на мой взгляд, очень мало людей говорит про саму игру. Настолько мало, что многим зрителям на ютубе, тем, кто еще не попробовал игру своими руками, или тем, кто еще наиграл не так уж и много часов, а игра раскрывается далеко не сразу, многим, в общем, непонятно, о чем эта игра, какой у нее жанр. Многие почему-то сравнивают ее с GTA или с какими-то другими играми совершенно других жанров, поэтому в этом видео я поставил себе цель рассказать вам коротко о том, что такое киберпанк, что в нем можно, что в нем интересно или нет, и дать свою оценку происходящему, а вы уже сами решите, играть вам в Киберпанк 2077 или не играть. Ну, а может быть, кто-нибудь просто подождет полгодика-годика, поиграет потом. Кстати, если вы сами хотите оказаться внутри разработки игры как профи и научиться зарабатывать этим хорошие деньги, то обратите внимание на новый курс разработки на Unity в онлайн-школе Skill Factory. Почему именно Unity? Потому что это простое в освоении первой по популярности в мире, а также кроссплатформенный движок, который работает на PlayStation, Xbox, компьютерах и мобильных платформах. Курс Skill Factory специализируется на программировании, поэтому здесь вам прежде всего дадут качественную базу. Не просто расскажут, как устроена разработка игр, а научат качественно программировать на языке C. Курс подойдет как новичкам, так и тем, кто уже давно в теме. Можно попрактиковаться в базовых вещах, а можно заняться решением задач посерьезнее, чтобы уже претендовать на позицию джуниор-разработчика. Здесь вы познакомитесь с основными структурами данных и классическими алгоритмами, разработаете свой мобильный 3D-ранер под Android и iOS и загрузите его в Google Play и Apple Store. Научитесь создавать мобильные 2D-игры и разработаете упрощенную версию Angry Birds с несколькими уровнями. Научитесь сохранять игру и продолжать ее с сохраненного места, а также познакомитесь с процессом проектирования новой игры. Жанр игры вы выберете самостоятельно, например, экшен-адвенча, RPG, гонки и так далее. А чтобы сэкономить 55% на стоимости курсов, используйте промокод PIXEL до 25 декабря и в честь новогодних праздников вы получите в подарок набор микрокурсов. Там все от настройки бота в Телеграм до курса по Google Таблицам. Все подробности ищите по ссылке в описании этого видео. Главный тезис, который я себе, ребята, выписал, то, что Cyberpunk 2077 – это прежде всего ролевая игра, а не экшен. Да, можно много провести параллели с тем же GTA и так далее, но тем не менее, есть какое-то ядро, вокруг которого выстраивается игра, на которую накидываются остальные вещи. Вот в ядре Киберпанка именно ролевая игра. То есть разработчики сделали определенное количество сюжетных и несюжетных миссий с заданными разветвлениями, которыми вы можете пойти. И от характеристик вашего персонажа, от его пола, от типа персонажа, которого вы вначале выбираете, от навыков, от репутации зависят те диалоговые строчки, которые вы сможете выбирать, и от этого зависит количество путей, которыми вы можете пройти ту или иную задачу. С одной стороны, да, не стоит здесь ждать такой свободы и разветвления сюжетных и несюжетных миссий, как, ну, я не знаю, в каком-нибудь Fallout 2, пусть будет такой вот банальный пример, но тем не менее, эту игру можно будет перепроходить. Здесь многие, особенно сюжетные миссии, выстроены так, что может быть более 20 способов прохождения этих миссий. Здесь может быть как диалоговые развилки, так и вы сами сможете отыгрывать роль, решать, вот, ну, даже банально, как и во многих ролевых играх, пойти в лоб, зайти в бар, заплатить деньги чуваку на входе, убить его и прорваться с боем, или стелсом зайти с черного хода, если у вас есть навык или открытие дверей силой, или взлома кодового замка. Ну, в общем, вариантов много, это не экшен-игра, это ролевая игра, на которую сверху уже навесили экшеновые перемещения по городу, катание на машине, похожее как в GTA, экшен-бой, опять же. Кстати, вернемся сразу, пока далеко не отошли к автомобилям. В GTA как вы отбираете машины? Вы просто вытаскиваете чувака и едете на этом автомобиле. Здесь же, для того, чтобы выкинуть человека, который едет на машине, ваша сила должна превосходить силу этого персонажа, который находится в машине. Если автомобиль стоит на парковке и закрыт, то у вас техническая характеристика должна прокачана быть на определенный уровень. Чем круче машина, тем круче там у нее какая-то там сигнализация, какая-то система блокировки. В общем, все это выстроено именно как в ролевой игре. Ну и вишенка на всем этом торте, то, что мне лично очень сильно зашло, это шмоточная система. Здесь есть шмотки обычные, необычные, премиальные, эпические. Ну, в общем, как в каких-нибудь коллекционных карточных играх, как в каком-нибудь... Ну, Diablo 2 пусть будет. Чем круче шмотка, тем больше в ней может быть слотов для улучшений, и тем интереснее у нее характеристики. Например, у меня есть автомат, у которого шанс 10% на то, чтобы поджечь врага. То есть, каждая десятая пуля поджигает врага. Блин, офигенно. Основная сюжетная линия по меркам ролевых игр здесь не то чтобы продолжительная. Часов за 15-17, если переть вперед, вы ее можете осилить. В ней не так много миссий, но зато миссии очень крупные. И, как я уже сказал, довольно разветвленный. Сказать себе, вот сейчас перед сном пройду еще одну миссию и лягу спать, это частенько значит, что еще часика на два вы останетесь в этой игре. На данный момент я наиграл 50 часов, увидел две концовки, потом отмотал время назад и продолжаю просто смотреть игру. И, на мой взгляд, сюжетная линия здесь классное дополнение к основной игре. А основная игра это все-таки изучение мира, побочные миссии, всякие необычные ситуации, которые генерирует эта ролевая игра перед вами. Во-первых, побочных миссий очень много, там много сюжетов, там тоже частенько бывает всякая поставленная кинематографичная камера и так далее, потому что есть много важных второстепенных персонажей, которые один раз встречаются в сюжете, а потом дальше вы уже с ними долго общаетесь во второстепенных миссиях. А что касается наиболее мелких вещей, которыми усыпана карта просто до безумия, очень много маленьких стычек, которые не генерируются игрой автоматически, а которые разработчики создали специально для вас, чтобы вы пришли на какую-нибудь парковку, на какой-нибудь склад, или посреди пустоши, или на какой-нибудь военной базе. Они расставили так каких-нибудь бандитов, каких-нибудь чуваков, которые что-то украли, и вам это надо вернуть. Так что именно вот в этом участвовать, на мой взгляд, самое интересное. Вы каждый раз продумываете, как всех победить. Стелсом, если у вас прокачаны там определенные навыки, хакинг в этой игре есть, или пойти на пролом, как это люблю я. Ну я на самом деле делаю по-разному. Даже когда не получилось что-то, блин, в кайф загрузиться, и попробовать еще раз. Ну, как это часто бывает в других ролевых играх. Точно так же. Попробовали так, не получилось, попробовали эдак. В этот раз криты сработали, в прошлый раз криты не сработали, допустим. И это все в экшен-боевке, и это все прикольно, блин. Вот это самый кайф, на мой взгляд. И в конце, конечно же, вы просто начинаете лутать всех побежденных врагов, искать наиболее крутые шмотки. Менее крутые, или которые вам не понравились, разбираете, получаете ресурсы для того, чтобы прокачать то, с чем вы там давно уже бегаете. Так я, например, ради внешнего вида прокачивал платье своей героини просто бесконечно. Просто потому, что я не хотел носить другие шмотки. И это тоже важная особенность этой игры. Абсолютно неважно, если у шмотки, которые вам очень нравятся, или у оружия низкие характеристики. Если вот вам прям этот вот автомат, поджигающий людей, так сильно нравится, что вы не смогли выбить из врагов такой же, но только с гораздо большей атакой, вы можете его очень-очень-очень долго, я даже не знаю, где предел, но прокачивать. Просто прокачивать, чтобы играть с этим автоматом бесконечно. При этом автоматы не имеют явного преимущества ни над каким оружием, ни над пистолетами, ни над снайперками, ни над молотками или катанами. Вы можете играть с чем угодно одинаково успешно, если вы будете прокачивать это оружие. Я в какой-то момент игры вот этот оранжевый, не помню, эпический, или какой-то такой пистолет выбил, который настолько много урона наносит, что все мои снайперки, автоматы, катаны просто в подметки ему не годятся. И я просто начал ходить с пистолетом, который наносит по полторы тысячи урона, если в голову попадаешь, и такой, вау, что? Я больше никогда с ним не расстанусь. Для любителей интересной, разветвленной прокачки киберпанк, я думаю, будет идеальным местом. Здесь есть пять основных характеристик. Это сила, техника, интеллект, реакции, хладнокровие, которую вы качаете очками, потом заходите в каждую характеристику, и там две-три вкладки с навыками. Например, огнестрел, там короткоствол, холодное оружие, хакинг, создание предметов и так далее. На этом экране находятся перки, и вы выбираете, какие перки вкачать. Они могут быть как пассивными, так и активными, и вот вам помогать всю же секунду. И одновременно с этим внизу качаются очки навыков, когда вы пользуетесь этим. То есть, ну, как, я не знаю, как в Elder Scrolls, как в Морвинде, прыгаете, у вас качается атлетика. Здесь вы стреляете из пистолетов, качается короткоствол, и за получение каждого уровня этого навыка вы еще получаете дополнительные бонусы к пользованию пистолетами в данном случае, и периодически вам дают еще больше очков, которые вы можете потратить на перки. Довольно с первого взгляда заморочено, не сразу въезжаешь, но на 20-м часу игры ты понимаешь, насколько прикольна эта система, и насколько прикольно здесь сочетается, как вот эти вот единоразовые очки, вложенные в какие-то способности, и то, что вы сами, пользуясь чем-то, прокачиваете для себя этот навык. То есть, одновременно и то, и та система, и это. Вообще кайф. Хочется упомянуть довольно глубоко и круто проработанный Найт-Сити. Это многоэтажный город, где можно запутаться, где вы находитесь, и куда вам идти, и... Господи боже, какой же он огромный. Некоторые здания прям проработаны, то, что вы можете там и до балконы пройти, и внутрь здания, и на лифте подняться. Некоторые нет, конечно же. Но некоторые, да. Дороги друг над другом тоже в несколько этажей бывают, и порой можно заблудиться просто в этом. Что касается шмоток, оружия и прочего, их тоже можно дополнять. Можно ставить разные прицелы, разные стволы. В слоты одежды можно вставлять всякие дополнительные вещи, поднимающие там броню, криты и так далее. Огромное количество вещей и улучшений в этой игре. Вы можете подбирать под себя сетап как угодно. Вдобавок, мы же киборги в этом мире, и поэтому в этой игре существуют киберимпланты, и вы можете улучшать свои персонажи. И здесь еще целое непаханное поле вещей, в котором я на данный момент разобрался минимально. Но помимо всяких там, когда вас обнаружили, у вас замедляется время, какие-то базовые такие, да, вещи, еще какая-то помощь в характеристиках, есть абсолютно безумные вещи, до которых я еще не дошел. Типа двойного прыжка я читал. Там в ноги киберимплант вставляете и можете сделать двойной прыжок. Или, например, руки, как у Богомола, вот с этими лезвиями. Я не знаю, как это реализовано, кстати, может быть и не на уровне имплантов, но, наверное, все-таки они. Ну, в общем, вы можете ходить и сражаться. И когда вы видите сильно прокачанных врагов в рукопашке, вы офигеваете и думаете, блин, я хочу так же. Они перемещаются как флэш очень быстро в пространстве. Они подбегают к себе в упор, садят и отбегают. И я уверен, что то же самое можно сделать и с вашим персонажем. Но надо наиграть побольше времени и найти все-таки, где это делать. Где найти такие апгрейды. Они, я уверен, где-то в игре есть. Ну и для тех, кто все-таки продолжает сравнивать эту игру с GTA, ребят, ну да, здесь можно провести параллели. Город большой, открытый, автомобили и так далее. Но это совсем не GTA. Это все-таки игра, работающая по принципам ролевой игры. Если вы здесь погибли, вы не появитесь около больницы. Это game over. Начинайте, загружайте заново игру и так далее. Здесь каждый персонаж, каждый человек на улице, каждый ваш враг, это герой со своими характеристиками, со своим инвентарем, со своей какой-то прокачкой и с шансами выпадения из него шмоток. Когда вы с ним сражаетесь, также просчитываются шансы. Может быть, не так, опять же, на это большой упор делается, как в стареньких релевушках, где там бросаются кубики, как в ДНД, и высчитываются шансы. Но, тем не менее, вы стреляете в персонажа, и просчитываются шансы критов, шансы ему урона там, от электричества, от огня, как я рассказывал, и так далее. Когда он умирает, из него выпадают вещи. И это совсем другая игра. И транспорт здесь все-таки служит больше как средство перемещения. Здесь не будет, кроме сюжетных, каких-то кинематографических погонь. Здесь нельзя из автомобиля, ну, на постоянной основе, опять же, кроме сюжета, вылезать, стрелять, сражаться с копами. Они за вами не будут гоняться по всему городу. Они лишь приедут на то место, где вы натворили какую-то гадость, и от них можно отбиться, и убежать, и спрятаться. В общем, держите в голове, подходит вам эта система или нет. Тем не менее, автомобилей довольно много. Визуально они сделаны прикольно. Это тачки будущего. Есть также мотоциклы. Есть задачи, которые заключаются в том, чтобы накопить денег и купить каждый автомобиль в Night City, чтобы любой из них, в любой момент, вы могли вызывать. и он сам приезжает. Вы в него садитесь, едете куда вам нужно. Также есть радиостанции с офигительной музыкой. Опять же, если вам нравится этот сеттинг, если вам интересен киберпанк. Ну и, друзья, я специально не говорил обо всех багах, обо всех проблемах игр. Это тоже важная часть. Я оставил это под конец для того, чтобы не перетягивать внимание от игры на эти вещи. Но об этом я тоже сказать не могу. для тех, кто до сих пор решает, играть или не играть, на какой платформе и так далее. Я играл версию для PlayStation 4 на консоли PlayStation 5. Насколько я знаю, играть на самый первый PlayStation 4 сейчас категорически не рекомендуется. Сильно просаживается FPS прям вот до того момента, когда вот это бесит, это раздражает. Очень много проблем. И лучше начинать играть вот с этого серединного поколения PlayStation 4 Pro. Многие играют на компьютерах и говорят, что там версия работает лучше всего. За все остальное рассказать пока не могу. Тем не менее, я играл на PlayStation 5. У меня действительно много было проблем. Один день у меня был, когда я играл с утра до вечера, у меня было 5 или 6 вылетов из игры в главное меню, после чего я начал сохраняться каждые 5 минут. У меня проблемы были с текстурами, были багги с заскриптованными персонажами, они проходили через стены. Ну, в общем, все, чем сейчас наполнен интернет, я тоже видел. Это полицейские. Мне же не нужны проблемы, наверное. Побежали. Паркур. Паркур. Куда я? Что я? Где? Все. Я провалился в текстуре. Я спрячусь здесь от ментов. Еще из минусов хотелось бы упомянуть дерьмовый GPS, который, я надеюсь, починят вместе со всей игрой позже, потому что иногда он очень запутывает. Но, с другой стороны, конечно, в таком вот трех-пятиэтажном иногда городе наверное тяжело показать на карте, куда персонажу идти, чтобы попасть в нужное ему место. Я не представлю, как программисты с этим вообще справлялись. Но, тем не менее, иногда он очень сильно запутывает, бесит, но не так уж и часто. Гораздо сильнее бесит то, что в окошко мини-карты вмещается довольно небольшая область, и если вы быстро перемещаетесь, например, едете на машине или мотоцикле, вы очень часто будете пропускать повороты. Я заметил, что у многих такая проблема. Плюс, ну, в принципе, иногда объект находится с вами рядом, и достаточно перепрыгнуть в забор, но GPS рисует вам длинный обходной путь, и вы даже не узнаете, что вот цель рядом, потому что она вот чуть-чуть вот за границей этой мини-карты. Блин. Ну и графика. Многие ждали великолепного графона, но я уверен, что он будет, когда игру доделают и допилят на компе и на консолях уже нынешнего, уже нового поколения, PlayStation 5, Xbox Series X. Но сейчас графика выглядит, она не выглядит халтурной, она выглядит, как будто бы ее поставили, ну там, на минималках или на средненькие. Ну, просто, просто она такая бедненькая. Очень много объектов, все почти красиво, но вот ползуначик сдвинули, и, ну, все, как будто бы ваш старенький компьютер больше потянуть не может. Хотя вы запускаете игру и на мощной системе. По итогам хочу сказать простую вещь. Мне Cyberpunk 2077 очень сильно понравился. Настолько сильно, что все эти проблемы, казалось бы, крупные и, ну, действительно неприятные, уходят для меня на второй план. Все потому, что я не люблю игры на около средневековую тематику. Все эти Elder Scrolls'ы, какие-нибудь там готики, ведьмаки и прочее. Мне просто не близок этот сеттинг. Я от него устал, честно говоря, еще в детстве. И для меня лучшими ролевыми играми, ну, самыми интересными, лично для меня, являются такие игры, как Arcanum про стимпанк. Такие игры, как Bloodlines, Маскарад про вампиров. Потому что я люблю другие сеттинги. Плюс, я с детства не то чтобы был фанатом, но я был не безразличен к стилистике киберпанка. Та же самая Syndicate для Sega Mega Drive, я не понимал, как в нее играть, но настолько крутые в ней были киборги, и музыка, и вот этот визуальный стиль, и так далее. Я еще искал Shadowrun тогда, но так и не нашел на Mega Drive. Даже когда для Engage появилась игра Rifts, небольшой такой киберпанк-проект на моем телефоне, я просто не мог от нее отлипнуть. И вот сейчас выходит огромная игра с открытым миром, с этой стилистикой, с киберимплантами, с выбиванием шмоток и прочего. Хочу сказать, что Киберпанк 2077, игра, которую я абсолютно не ждал, не следил за этим, но когда она вышла, она попала вот прям вот ровненько в меня. Настолько, что я буду готов отдать этой игре и 100 часов, и 200, и 300, и поиграю во все дополнения, буду ждать их с нетерпением. И хочу пожелать CD Projekt Red удачи в том, чтобы допилить свой вот этот вот мега мощный проект до конца, чтобы он наконец-таки оправдывал все те ожидания, которые были у других игроков от этой игры. Вот какие-то такие мысли постарался простым языком и быстро, коротко рассказать вам об этой огромной, масштабной и интереснейшей, по моему мнению, игре. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Пишите, пообщаемся, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok